бронзовыми плитами с золотыми надписями. Однако в XIII веке плиты были содраны и переплавлены крестоносцами во время Четвёртого крестового похода. Музей мозаики Большого Византийского дворца был построен, охватывая частично сохранившиеся мозаики Императорского дворца Византии. Экспонируемые здесь напольные мозаики были найдены в нижней части рынка Араста и сохраняются по сегодняшний день на подлинных местах. Среди самых ислепительных сцен такие как голова медузы Гаргона, охота на львов и бюсты, обрамленные листьями Аканта. В октябре 1609 года на церемонии открытия строительства этой мечети присутствовали завоевавшие любовь народа святой Бахмут-Идайи, визири и высокопоставленные чиновники. Музыка Архитектора мечети является ученик Синана Мехметаа, задействовавший в строительстве более сотен мастеров и рабочих для завершения в нужные сроки. Строительство мечети было завершено 9 июня 1617 года. В центре внутреннего двора имеется фонтан, установленный на шести колоннах. Мечеть имеет шесть миноретов, украшенных 16 балконами. Для внутреннего убранства мечети было использовано 21 043 изразца, которые были изготовлены в различных керамических ателье из Ника и Кютахи в XVI и XVII веках. Благодаря доминирующему голубому цвету изразцов мечеть была названа иностранцами «голубой мечетью». Прямоугольное сооружение мечети имеет размер 53 на 50 метров. Ранее приемлемое католической церковью понятие разделения мест для молящихся мужчин и женщин сегодня принято в мечетях и синагогах. Цель данного разделения – в предоставлении молящимся возможности концентрации их мыслей и отстранения от себя всякого рода физических и умственных вожделений. Центральный зал накрыт куполом диаметром в 23 метра и высотой 43 метра. Купол равномерно опирается на четыре полукупола, расположенных по четыре стороны от центрального, а затем на экседры, находящиеся под полукуполами. Но основными носителями тяжести являются четыре колонны, расположенные в центре мечети, так называемые ступы слона. Субтитры создавал DimaTorzok Строительство подземного водоема было осуществлено в период правления императора Юстинян в VI веке, веке, являющимся символом золотой эпохи Восточного Рима. Отреставрированной администрацией муниципалитета Стамбула водоем был открыт для посещения 9 сентября 1987 года. Ширина водоема достигает 65 метров, длина – 145 метров. Он вмещает 100 тысяч тонн воды и имеет площадь 9800 квадратных метров. Сегодня уровень воды в водоеме, где искусственно разводят сазанов, достигает 1-2 метров. В подземном водоеме – 336 колонн, расположенных в 12 рядах по 28 колонн, и каждая из которых имеет высоту 9 метров. Колонна украшена в основном капителиями ионического и каримского стиля. Реже встречаются дорические капители. В северо-западной части водохранилища находятся два блока с барельефным изображением медузы Гаргоны. По одной из легенд известно, что взгляд медузы превращал людей в камень. Храм Святой Софии является самым большим храмом Византийской империи. Первые и вторые храмы, построенные на этом месте, по разным причинам были разрушены. Нынешнее сооружение было воздвигнуто по указу императора Юстиниана после подавления восстания Ники. Храм был построен буквально за пять лет. Церемония его открытия состоялась в 537 году. 29 мая 1453 года, после завоевания города Фатии султан Мехмедом, храм был переделан в мечеть. Благодаря терпимому отношению исламской религии к иным религиям, мозаики и фрески этого храма были завешены занавесами, сохранены под штукатуркой и деревянными плитами. По завоеванию города в храме были предприняты сначала укрепительные работы, впоследствии в XVI веке реставрационные работы архитектором Синаном, а в правлении султана Абдулли Минджида в 1847-49 годах ремонтные работы братьями Фасадти. Храм прослужил 916 лет церковью, 480 год мечетью, единому Богу и двум религиям. После основания республики по указу Мустафы Кемаля Татюрка 1 февраля 1935 года храм был объявлен музеем. Шестой. Справа от Иисуса на медальоне изображена Богородица, а в медальоне слева – Архангел Гавриил. Пройдя через императорские врата, вас ожидает незабываемое величественное и великолепное сооружение. Высота центрального купола – 55 метров и 60 сантиметров, длина храма – 100 метров, его ширина – 70 метров. Использованные для украшения храма и привезенные из различных областей империи мраморные плиты и колонны создают многоцветную картину. Белоснежные мраморные капители и необыкновенные красоты сделаны из мрамора, добываемого на мраморном море. Они являются образцом классического искусства Византии VI века. Амфалос, выложенный овальными разноцветными мраморными плитами, служил местом ритуала коронации византийских императоров. Самыми восхитительными образцами работы по мрамору периода Османской империи являются Мембарш, Мехраб, место для Моэдзина и ложа султана. Как известно из византийских источников, галерея была отведена для императрицы, представительниц императорской семьи и членов греческой православной церкви. Известно, что эта мозаика размером в 30 квадратных метров была выложена во второй половине XII века. В центре этой мозаики изображен Иисус, слева Богородица, а справа Иоанн Креститель. На мозаичном панно 1118 года изображена Богородица и Богомладенец. Слева император Иоанн Камнин II, который держит символ благотворительности – кошель с деньгами. На этой мозаике изображен Христос на троне. Справа от него императрица Зоя, а слева ее третий муж император Константин Мономах IX. Бронзовые двери, называемые красивыми, вполне вероятно были доставлены из Тарса. Двери датируются II веком до н.э. На мозаике, датируемой X веком, по центру изображены Богородица с Богомладенцем. Слева изображен император Истиниан, а справа император Константин Великий. На протяжении долгих столетий К дворцу, строившемуся с 1460 по 1478 года, по указу завоевателя Мехмета II, пристраивались новые здания. Дворец был назван топ-кп из-за пушек, которые находились на входе во дворец, у ворот Сарай-Бурно. 9 октября 1924 года, по указу Ататюрка, дворец был объявлен музеем. В период основания дворец имел территорию в 700 тысяч квадратных метров. На сегодня его территория занимает площадь 80 квадратных метров. Сегодня топ-кп с его 20 временными и постоянными экспозициями, инвентарем 86 тысяч предметов, является одним из передовых музеев дворцов в мире. В первом дворе находится храм Святой Ирины, построенный в период Византийской империи. Строительство храма было начато в 532 году, но дата завершения строительства неизвестна. После завоевания Константинополя храм не пережил больших изменений, так как находился в пределах стен дворцового комплекса. Храм не переделывался в мечеть. В период Османской империи он служил местом складирования античных произведений искусства, которые доставлялись сюда с раскопок, производимых в различных регионах Анатолии. Так продолжалось вплоть до открытия археологического музея, основанного интеллектуалом того времени Османом Хамди. Открывшийся в 1891 году археологический музей имеет более 1 миллиона экспонатов, относящихся различным эпохам и культурам, и является одним из самых больших музеев в мире. В коллекции музея находятся произведения искусства различных цивилизаций, находящихся в пределах Османской империи – от Балканов до Африки, от Анатолия и Месопотамии до Арабского полуострова и Афганистана. Ворота, связывающие первые и вторые дворы, называются Бабюссалям. Над воротами в каллиграфическом стиле джели имеется надпись «Келли» в «Клипсалям»